так вы очень не вовремя пришли то почему так добрый день но если не вовремя тогда давайте вы запишите чтобы не ошибиться когда с трех часов по москве до 17 00 ну ладно раз пришли давайте поговорим завтра у меня еще будет так слушаю вас здравствуйте как у вас пост проходит как себя чувствуете а как чувствуется в пост намного лучше чем так хорошо хорошо у меня на самом деле есть несколько вопросов давайте сразу по порядку у нас все записывается выставляется вы это знаете не против конечно знаю мы уже несколько бесед выставляли и не против абсолютно все слушай пожалуйста хотел бы узнать о ваше мнение о том часто задают молодые люди и девушки которые только приходят православной вере с чего бы им начать такой как бы фундамент заложить правильный как пищевой занять сверху начинать надо северы нету то и нечего начинать начинается за страха божия это притча соломона 17 начала мудрости страх господень и когда люди говорят от я люблю блога я узнал любовь божия и прочее так как у сектантов часто говорят игнати причина просто говорить начни сначала ты должен сначала понять что ты погиб и идешь в ад это первая ступень рождения свыше и об этом говорят все святые отцы и святая библия первое что нужно ощутить что мы погибшие нам исправления нет не так что я приду в церковь буду ходить воцерковлять вот я их называю поганые слова эти определенно мы знаем никаких воцерковлений нет кто выступает патриарх алексей 2 говорит наша задача реставрирует человека я смотрю неверующий совершенно патриарх кого реставрирует когда мертвую написано сын мой был мертвый а жил мертвый кто мертвеца реставрирует его можно надуть там чтобы улыбался мертвец но он остался мертвец надо бы народиться свыше вот господь сказал это никодиму и поэтому нужно так и принять первое что им нужно говорить вы понимаете есть от и рай и куда ты хочешь просто просто понятно и теперь все остальное рассмотреть в этом свете а если этого нету а чего начинать то она пришла жениха искать сюда хорошего чтобы не пьяница был не буйствовал а это уже дальше она поймет надо я это или не надо вот с этого надо начинать если веры никакой нет а зачем а то вера что тебе дает осознание жизни что они сам по себе и мне ничто здесь не подвластно кроме того что свободной воли это первое самое главное вот я встречаюсь с кем в церковь который приходит где-то начинаешь говорить а мне зачем батюшка грехи берет он их снимет меня вообще даже язычниками нельзя назвать был кашпировский подряд все воду заряжали чумах там и кто и батюшки этим занимались а канонические правила что гласит это колдун теперь определенное решение церковное вынесены рерихи вне церкви и прочее а занимался этим что 18 лет кто занимался отлучение церкви а если ходил только на прием и проще там 12 лет а принял в дом накормил больше ничего на два года кто это правило вот народ слабый дурью маяться время не теряя отойдет них никто наши правила эти которые дала церковь нам не отменял вот хорошо об этом говорят сегодня уже заговорили и кураев и другие а до этого не хотели даже слушать нет правил значит еще и нету гуляй пей будем есть и пить завтра умрем вот с этого начинать когда это есть дальше я легко налагаю все бога не оставил свое творение вторая первая ступень вера бога вторая верить что мы получили от бога инструкции святая библия поверить что от корки до корки все от бога то есть все писание бога духовенна все фундамент заложен дальше уже разговаривать бывает малодушно я не выдержал родители против тому что я платок на дело это нас такая мелочь если нет мужества отоди назад первое отречься себя дальше когда она уверовала теперь легко три ступеньки отвергни себя твое я разбери что еще ты состоишь я тебя не буду исследовать и ты сравни что во свете библии тебе нужно где господь тебя благословляет она я знаю для чего родилась а для чего а у меня хорошо получается танцы художественная там на катке кататься вертеться и все твое назначение а тут подвернула ногу второй раз уже и сейчас пишет юноша один где он курск брянск вот и она да где бог да что он смотрит я вот только в этом нахожу смысл жизни и ты отойди от нее дальше тебе не спасти у нее другое предназначение это прессовиса была дочь радиада до голова пророка на блюде оказалось что такое танцы танцы это изощренный разврат больше ничего в этом нет ты объясни она не поняла страха нет она не знает какие видения были что показано было в этих танцах страха божия нет ничего нету ты начинаешь страхом и страхом заканчивая страх начала страх венец мудрости все в нем как бы не погибнуть и как образец я показываю всегда на пимена великого он был проникнут а как был по фнути боровской какой страх он нагонял князь георгий на земле которого находился по фнути с кем монастырь он говорит когда шел говорит к нему на исповедь колени подгибались от страха у князя а почему а уже лозунг был избери себе наставника такого строже которого нет во всей вселенной у тебя будет надежда спастись первое отвергнись себе а второе возьми крест крест значит страдания тебе там щечни щечни голову отрежут все благодари ну а третье следуй за господом а для этого все заповеди знай если человек это понимает вперед дальше не сиди развивай талант я сегодня вот у меня маленький будет ролик с детьми занимались и батюшка заходит пока дети там где они сидят занятия идут во время богослужения до пения блаженств надо я маленько зашел попросил слова сказать и детям сказал о талантах какие таланты и какие потребуются у нас девочки одна очень талантливая музыкантша учиться и 12 лет и она уже 86 наград получила только наград она все время первое место занимает по краю по другим соревнованиям играет там на пианино вот молодец по всем по всем параметрам хорошая красавица такая но что тебе потребуется для вечности а это уже каждому какая профессия у родителей у всех профессия хорошая хорошая просто одевали глухой не глухонемая тес сапожник вообще любой модель на обувь и а без обуви ты никуда не пойдешь а другой а мать то есть их их же мать она ветеринар на большой государственной птицефабрике это члены нашей общины а вы научились это дело девочкой хочу быть игра этим ветеринаром а вот теперь этот талант разве и посмотри там что у меня талантов никаких не было я сын пастуха пастуха но мне был дал любовь к бабушкам не знаю я не могу это объяснить я старушек любил почему жалость какая-то к ним денег нету накоплю который рубит рубля три рубля это большие деньги были обязательно помочь им и все еще из это меня бог нашел моряк сошел на берег бабушка несет 23 года уже мне после армии несет сумки я подскочил помочь а дальше уже спросил весь верующий и уже через несколько часов я был верующий я зашел и получил библию видишь как то есть у бога был крючок на меня любой бабушкам это талант вот это надо и дети даже это знать вот чего дорогой начиная начиная с веры священное писание и дальше вера без дела мертва пост молитва послушание молитва дальше уже рассказывает что такое молитва это живой разговор с богом не бог нуждается в молитве то он и без нас проживет молита должна быть живая искренне к живому богу у нас от тарабанили пошли нам нужно учиться молиться у тех которые молились и земля колебалась как у лескова написано вот мой краткий инструктаж тем которые хотят работать с молодежью но и для конечно для молодых везде целомудрия на первом месте ничего чтобы нигде не по не было позволено целомудрия нет они не сохранили а дальше как ногами что угодно будут делать даже если случилось несчастье беда какая ты верующий с богом все возможно вот так спасибо есть еще время или собирать что есть есть еще время вы продолжаете я слышал что и говорите да вот можно сказать честно говорили о том какие заложить ступени при начальном вхождении вот человек имеет веру вот скажем он веровал что есть бог да что христос есть его спаситель а вот страха божий не имеет или скажем настолько вот бесстыдство такое имеет что вот еще дальше не надо говорить пустое бесы веруют и трепещут даже без а то хуже бесовская вера и гнать и причине навсчет как говорит начни сначала ничего нету остановись выпросил бога страх ты сегодня умрешь будешь гореть в огне простыми словами что написано там скрежет зубов тима кромешная страха нету нет еще златоуз говорит знаю что обещание мук содействует более спасение чем обещание будущих благ многие презрели бы благость и свободно были бы от наказания вот я здесь получил только страх у меня ничего не было ни библии и слова евангелия не слышал но был страх нельзя в комсомол вступать нельзя вот то другое там женщинами и бог от всего сохранил одним страхом и привела наконец к священному писанию и к церкви мы были там не церкви еще в деревне страх это начало мудрости как бы не огорчить бога дальше уже страх пришел тот что как я в любимом могу огорчить а тот страх что погибну он все время теплится стоит за плечами хотя сегодня именно сегодня вот 8 марта а совода я причастник в такой силе я просто чувствую вот это мы выстоим у нас записано даже как и поэтому нас господь хранит особо и поэтому про и спрашиваем особого страха божия страхи божием ты лишнего слова не скажешь я уж не говорю скверного за глаза никого не будешь судить мимо проходить не будешь чтобы не обречить если он не прав заботясь о нем я не скажу и другой не скажет страх это везде и всюду со страхом и трепетом совершайте свое спасение это кто говорит павел со страхом и трепетом перед кем мы предстоим тогда молитва она другая будет не просто господи помилуй он мой сын пришел проснулся познакомлю сейчас с вами она она вредная вредная потому что организм вырабатывает слюну и по поджелудочной все вырабатывает соки на пищу которой нету а вы не выйти изо рта и забросьте больше не давайте он будет болеть желудком вы будете мучиться будете травить его лекарствами нормальный баррель зачем у нас никогда не было а у нас худо-бедно нас пять братьев пять сестер вообще никто не знал накормили сосок не было как рок от коровы и от коровы сиськи отрезанную и натянута на это но туда дальше молоко наливает из ребенку поел долой а сам ребенок которому во рту у него рот делается пола рота открытого так вот будет он потом ничего не сделать какое-то стоит так понятно ты русский человек ты скажи рот всегда должен быть закрыт и мы все время ожидаем подвох от властей опять поднятие цен чего угодно мы настороже русские то не американец чтобы рот развивать флатон зал о молодец редко имя я люблю когда называют по святцам по календарю вчера я выставил материал еще раз сегодня утром об именах посмотрите там назови по имени по календарю там и дальше я выставляю реестр сколько мужских имен там их 750 я занимался специально это моя наработка и в действии сколько всего там 37 кажется имен да все у меня начальников начальников больших первых лиц допустим мэр города первый заместитель начальник тюрьмы владимир николаевич кажется 12 человек владимир николаевич и нормально у нас четыре часа и все игорь и но документа сколько я там перечисляю он поет и виктор савченко на гитаре я перечисляю у меня дядя но татьяст тихон дядя на ум макар филарет эмануил амос но имена то какие были то где я говорю смотрите правительство ворошилов климент ефремович ни климента ни ефрема нигде нету иосиф вестарионович сталин где вестарионы а кроме еретика там в красноярском крае а нас называли по календарю и притом родители не выбирали а кто крестил тот назначалась я мог быть инокентием и втихием на 10 июня по-другому 10 июня до воздействия 20 старому у меня 15 вот видите как и гнать а ростовский чудотворец приехал я в ростов раз мой чудотворец я хотел мощь его найти никто не знает где ходил ходил в епархию звонили никто не за да как же так святой который посадили после смерти и в таком положении был принят настолько удивительное вообще даже могилу не ложили а просто посадили он так сидел и он говорит там насчет кого рукополагал сильно заботился игнатия ростовский чудотворец и так и не могу знать где его находятся так вопрос в чем у вас не знаю мне уже не совсем удобно разговаривать просто проснулся сейчас большое спасибо вам за время уделено я вам тогда позвоню немножко другое время другое ладно уже начали мне удобно и сейчас тогда уже раз начали володя здесь ну да тогда следующий этап да вот мы прошли первый этап это вера второй этап это страх божий и третий этап это священное писание они вместе все вместе вера в бога в том что нельзя его не признать все на страхе божием и все везде начинается и кончается и в продолжение всего молитва этот без этого вообще ничего нету не чина остальное далее уже там по специальности о благовестии когда человек говорит это все встраивается в это ревность а если взять а какие пункты два пункта рождение свыше и водительство духом святым все больше ничего не надо если это есть это значит у тебя все есть и царство небесное с тобой этого нет ничего нету это просто время провождения по интересам пришел ушел нет рождения свыше дух святой не коснулся мертвого он слышит залетает и вылетает за глаза ушел и тут же падает мертвеца может с двух сторон подпереть он сидеть будет отошел он упал если огня нету ничего не это самость над менее снобизм такой в человеке а страх божий есть он все время смиренно будет рассматривать себя немощным и чему непригодным и тогда бог обильно духом святым обогащает его а как вот скажем при таком скажем постоянном видении себя немощах при этом как-то действовать и чтобы руки не опустились а наоборот как в сравнении с чем если бы я сказал что я немощен и слаб в сравнении и сказал бы учитель который меня учил понятно приехали ко мне из практики своей жизни беру школа от нас было двенадцать километров у нас четыре класса там 10 и приехал директор директор приехал и с определенной целью сказал с бутылками отец у меня любил выпить они с ними чтобы я выпил многое дали бы чтобы я выпил а я не выпил я начал с ними беседовать он и говорит а откуда вы это знаете я грызитая библия я вас этому в школе не учил ученик не выше учителя а это открывает двери сравнение с чем перед сравнение с богом я ничто но сравнение с теми которые рядом я выше их почему 118 псалом давид говорит заповедью твоей ты садил меня мудрее учителей моих мудрее не буду же говорить что я не знаю я знаю вот он пошел учиться политолог что за специальных политолог хлеб на сегодня самые лучшие политологи мира на сто процентов ошибаются у гитлера какие были политологи у сталина никто не говорил о крушении фашизма коммунизма не знали не думали все так и получилось а ты знаешь я знаю потому что у меня святая библия я знаю всем политикам политика будет еврейская и будет от них выдавая себя за бога сядет в храме один еврей над всем миром денежной системы не будет и будет хлопать пищать щип и все это все что будет три с половиной года кстати вот по поводу трех с половиной лет у меня есть такое недоумение на предмет того что христос говорит что внезапно придет и детей молитесь а можно сказать апокалипсис практически до минут до часов расписал когда там что и придет но не знаем один говорит но если мы знаем когда воцарится когда воцарится антихрист никто не знает он семь лет будет три с половиной подготовка к всемирному владычеству христос не сказал не знают год не знает день и сейчас день день то есть рядом рядом может подсчитать рядом ради избранных дни сократятся видно будет и таких которые будут это думать об этом будет мало-мало вот осипов этот профессор абсолютно правильно говорит вопросе об антихристе что по всей вероятности он будет венчаться в россии в россии на это есть у святых об этом говорят почему потому что вот эта жажда царя искупителя какой искупитель еще это его не слышали разве я это слышал и у меня такое отторжение об этом поводу 48-й псалом по-моему говорит кто искупит человека и как служба вас идет вы царя поминаете это меня задают вопрос какого царя без царя в голове это ничего не будет я не жажду царя царя и он придет как царь вот алисей и лишь так и говорит и тут я с ним процентом согласен ой одну минуту у меня уже пришла жена просто прошу прощения мне нужно до свидания с богом до свидания